В Белгороднестровском продолжаются работы по обновлению уличного освещения. Запланированы как текущие, так и капитальные ремонты. Вот, к примеру, на этой магистральной улице Приморской, район совхоза, как раз трудятся подрядчики. Следующие на очереди Школьная и Измаильская, рассказали благоустройстве. В состав работ входит замена освещения на освещение светодиодному исполнению. Светильники мощностью 80 Вт. То есть, как бы, это если в переводе на обычные лампы, это порядка 400 Вт. Там идет двойная, ну, улица Приморская, также оставляем двойную подвеску. Вот, меняем аварийные опоры, меняем провод на самонесущий, изолированный. Ну, я думаю, что тоже дней через 10 улица Приморская и Школьная уже будет гореть. Дальше, потом постепенно переходим на улицу Измаильскую. После Измаильской мы переходим, готовятся документы по улице Лозо. По словам Ольги Трушкиной, на эти объекты из местного бюджета выделили около миллиона гривен. А на улицу Лозо понадобится 590 тысяч. Всего в рамках программы улучшения уличного освещения на 2016 год запланировали более 2 миллионов гривен. Выполняет эти работы фирма из Ведиополя. Также на сегодняшний день сотрудники благоустройства меняют лампы, провода и ремонтируют светильники. Там, где это возможно. Но не только этим занимаются в городском центре. Обещают, что в скором времени возле крепости появится и новое дорожное покрытие. У нас проведена по системе Прозора определен подрядчик по капитальному ремонту улицы Ушакова. Буквально с завтрашнего дня начинаются работы, ну демонтажные работы. Начнем с демонтировать старое покрытие и устанавливать новые барбюры. Это от крепости? Это от улицы Леона Попова до Дзержинского. Это будет сплошной участок, порядка 400 погонных метров. Вот с новым дорожным полотном и с новыми бортовыми камнями. На эти нужды потратят около полутора миллионов гривен. Надеемся, что в скором времени гости и жители города смогут своими глазами увидеть обещанные изменения и перемены. Татьяна Карпенко, Виталий Солодухин, Писарабия ТВ.